здравствуйте приближается вербное воскресенье а мы все еще сидим дома на самоизоляции где-то собирать нарвать эти веточки у нас нет возможности и вот я подумала что кто может сделать можно из бисера веточки вербы вот сейчас мы с этим и займемся для этого нужно что нужно проволока я вот беру номер 4 она мягкая работать с ней очень удобно нужен бисер бежевого цвета или же белого цвета вот у меня два вида можно этим и этим пользоваться любой коричневый цвет оттенок вот у меня коричневый и вот здесь вот у меня тоже коричневый вот другой вид но в основном беру номер 10 или номер 12 можно и зеленый бисер флористическую ленту флор ленту берем коричневую и проволоку номер 9 вот я взяла двойную я хочу сделать двойную веточку вот так вот прокрутила номер 9 у меня можно номер 10 11 можно немножко потолще но мне вот у меня то что есть потом пассатижи плоскогубцы ножницы вот все что нужно давайте начнем много очень методов конечно как можно сделать вот эти вот пушиночки я вот хочу сейчас показать несколько из них так я беру бисер вот такой мне не чисто белый он немножко как бы молочный так набираю 10 бисеринок и еще 10 бисеринок то есть получается 20 бисеринок так главное что было чтобы было четное так прокрутила два раза так теперь вот здесь вот на верхушке вот так вот пропускаю и прокручиваю прокручиваю полностью вот это вот четыре ряда бисеринок получился у меня вот такой вот вот такой пушистик так теперь теперь что можно сделать так вот здесь вот у нас где-то сантиметров пять четыре пять сантиметров вот этот конец теперь следующий конец я набираю больше ну здесь наверно где-то вот восемь сантиметров восемь сантиметров и мне теперь еще сделать нужно чистить чеши листик для этого я беру коричневый бисер коричневый бисер у меня мелкий очень поэтому придется набирать побольше вот 10 мелких бисеринок набрала так теперь оставил его здесь два миллиметра и затягивая прокручиваем вот этот вот три раза прокрутила так теперь еще такую же сделаю тоже 10 наберу тоже 10 наберу тоже 10 наберу так тоже здесь оставлю 2 миллиметра можно 3 только чтобы везде было 3 или взять 2 прокрутила и набираю еще 10 10 это все прокручиваю кончики кончики проволоки 2 и вот у меня получился вот этот пушистик его здесь вы чеши листики три штучки вот такие вот вот я с одной стороны вот так вот сделаю и вот такой получился ч 6 листик с этой стороны не надо вот один метод теперь другой другой метод для этого нам нужно проволоку проволоку длиной так я беру длину 30 сантиметров на глаз это уже делаю можете линейка пользоваться так вот таким образом так набираю чит так сначала делаю вот так вот восьмерочку здесь полу восьмерочку вот такой кружочек и вот такие вот два конца один здесь оставила где-то 3 сантиметра и можно 4 и здесь вот другой конец длины сначала набираем на длинную проволоку 4 бисеринки коричневого и 4 бисеринки молочного так и теперь где маленький конец набирать нужно маленький конец набираем коричневые три штуки молочный тоже три штуки вот получился вот такой у нас так молочный здесь нужно будет еще набрать одну штуку значит 4 штуки так получился вот такой у нас теперь вот это вот конец смотрите снизу длинный конец снизу берем и прокручиваем один раз вокруг вот этого короткого конца теперь набираем молочный пять штук и коричневый четыре штуки здесь основной принцип какой вот это вот вот эта линия была должна быть одинаковая здесь нижнего здесь и здесь вот эта линия коричневое и белое должно быть поэтому количество здесь конечно мы не можем сказать точно точно сколько-то сколько-то потому что бисеринки разные тоже здесь снизу берем и прокручиваем один раз теперь следующее набираем коричневую приблизительно тоже возьмем здесь 5 потому что здесь уже побольше нужно и и набираем белую белую тоже я пока не могу сказать сколько получится потому что это нужно по ходу работы смотреть вот меня набрала так теперь вот получается вот сколько я даже не считаю здесь получилось 7 штук опять же прокручиваем один раз вот у меня белые сколько я смотрю здесь уже белый хватает поэтому набираем коричневый вот набрала я сколько я даже не считала здесь опять же сколько нужно прокручиваю и здесь вот уже смотрю если лишь не убираю у меня видите не даже не лишние точно получилось теперь набираю белые брала опять же снизу вверх так нам еще нужно натягиваем прокручиваем снизу вверх 1 1 1 и здесь видите у меня не хватило я смотрю здесь две штуки нужны белые остальные коричневые можно это все сосчитать конечно если бисеринки ровные есть китайские есть чешские чешские дорогие но очень ровные и красивые но ведь у меня таких сейчас нету поэтому я пользуюсь вот китайскими неровными но ничего на деле они тоже ничего смотрятся здесь у меня вот чешский тоже есть конечно здесь у меня вот этот вот он видите ровненький это вот чешский бисер он ровно и здесь уже можно вот считать все с китайским это невозможно они разные по размеру они и неровные и разные вот получился меня вот такой листочек или как можно сказать лепесточек листочек вот теперь видите есть изнаночная сторона есть лицевая здесь вот на изнаночной проволоки видны поэтому мы на изнаночную сторону вот этот закрепили вот так вот теперь если вот она лишняя здесь вот оставляем иногда бывает не рассчитаешь и проволока вы здесь вот лишнее его просто нужно отрезать оставляет это 2 3 миллиметра так ну вот этот вот кружочек я оторву вот эти вот немножко подровняю что потом они нам не поранили руку пальцы вот и прокручиваю прокручиваю вот такой лепесточек ну что теперь получается у нас как здесь у нас будет и лепесток и чашелистик и пушистик вот так поворачиваю загибаю и поворачиваю вот так получается у нас вот такой сильно сильно прокрутить нужно аккуратненько и вот получился на что у нас вот сразу видно как чашелистик а это нас пушистик вот такой получился вербочка так ну что теперь еще ведь есть не распустившиеся вербочки ведь они еще не сразу распускаются так ведь и вот мы сейчас будем делать как так как-то каким-то образом не распустившиеся и вербочки так для этого что я делаю я беру коричневый бисер коричневый бисер так оставляю где-то 4 сантиметра проволочку набираю так но набираю вот 14 штук набрала так 14 разимают мало давайте 16 наберем вот так наверное будет лучше так вот 16 штук набрала прокрутила прокрутила и вот это тоже прокрутила вот у нас самый маленький вот такой не распустившийся самая маленькая получился вербочка теперь еще какое можно сделать еще можно сделать так ну где-то штук 20 возьму и тоже будет у нас побольше так тоже прокрутили теперь еще такой уже сделаю вот у нас получились вот такие то две лепесточки я их теперь ставлю друг против друга прокручиваю прокручиваю вот эти вот между собой и проволоку тоже все еще